Иди сюда, мой красавец. Иди, зайчик. Иди, не сладкий. Слава Богу. Иди скорее, мой красивый. Иди, зайчик. Иди скорее. Сейчас первым делаем укол. Не очень сегодня, не очень сегодня как-то получилось укол сделать, ребята. Как-то так странно. Как-то тяжело сегодня. Знаете, правда, первый раз проколол шприцом, ребята. Что-то. И проколол насквозь, как бы, кожу. Знаете, как бы вот складку взял и полностью складку проколол. Как-то не смог. Второй раз, третий раз. Но потом как-то так что-то выпустил, но как-то ему было видно, что некомфортно. Все-таки, ну, нет у меня этого умения что-то говорить. Ну, как-то, не знаю, не получилось, честно говоря. Что, колол, ну, как-то выпустил куда-то лекарство, куда, непонятно. Надо как-то поднять складку и шов само вот так или трошки как бы туда вот надо, чтобы в пустоту под кожу так получается или как, чтобы же и в мышцу не попасть. Ну, такой он все равно, видите, чесал, вон расчесал, видите. Тут нету, тут нету, но тут расчесал, зайчик. Кушай, 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 дай, дай. Все, дай, дай, чтоб чисто мышечка была. Мужик, какую масть посоветует? Тут надо сегодня позвоню, наверное, в клинику. Мужик, какую масть? Мне кажется, что зарастает тут. Зарастает тут эта кожа. Ну, что он стал лучше выглядеть, это 100%. Давай, 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 дай, дай, давай. Переводь харчи, давай, на водички дать, чистить уши, давай. Закапывать уши. Видите, как изменился сам Вел. Так. Кушай, 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 кушай. Кушай. Внутри упаковки ему как раз. Сейчас чищу уши. Знаете, ребята, кажут, чья пропажа, того и грех. Значит, Приехал, покормил кота, все, уши, все, закапывал. Видите, хлопец такой, ну, лет 16 парень иде. Мы разговаривались, я же говорю, что так и так произошло с котом. Он говорит, а там, каже, я живу около, но иначе, каже, ну, ну, как бы нормальный, каже, ничего не это. Ну, мы балакали, балакали, я показал, я там филармонии спеваю. Он такой, ну, он такой, ну, гарный, такой, чемный. И тут цей Микола иде. Я говорю, ну, что, уже закрили, я говорю, калитку лотки. Он говорит, как, я даже не знаю, я там в Крининце воду беру, но я уже тиждень, каже, туда не заходю. Я говорю, ну, он говорит, я до этого не причетный, каже, может, это те, кто сына косили. Бо, каже, ну, и господаря не было, бо я господаря знаю, это мой пленотый, племянник, че кто его не мог. А я говорю, ну, вибачте, я подумал, что это вы, каже, бо, как вы побалакали с полицейским, каже, после того я повернулся, каже, дверь зачинена, каже, закручена, кота немало, лотків немало, я как-то побоялся, так принес ему будилку, а он не хотел брать будилку, каже, так не треба, каже, за что это вы мне маете давать? Кажу, ну, возьмите, каже, как за что, каже, за то, что так. Я говорю, еще раз вам повторю, что мне ничего не треба. А он говорит, а я знал, каже, я не был справки, что есть такой Михаила Степанович, что вы занимаетесь, каже, я знал, и этот полицейский сегодня проезжал, а я как раз кормил кота на углу, там, не біля хати, а на углу цієї дороги, и этот полицейский проехал, меня бачил, я головной кивнул, и никто ничего мне не сказал, бачите, а я уже, а я уже, как бы, накручив соби, знаете, вот, как говорят, знаете, как, чья пропажа, того и грех, как говорят, у меня миллион мыслей, у человека, может, вообще не было никаких таких мыслей, а я уже катал бьюти, уже все, я себе страшные картинки нарисовал, ну, слава Богу, что так, слава тебе, Господи. А цей хлопец говорит, а он не, он говорит, что он не алкаш, он говорит, что у него пришел племянник воювать, и десь пропал без вести, ну, нема этого мужчины, а он мне рассказал, но мне, как удалось, что он газ классный, это же такое дело. И я привез бутилку, и дав ему, он не хотел брать, я говорю, я от души даю, говорю, берите, мне главное пристроить катар, и все здесь собираем. Фу, у меня же камень из души, знаете, я так думал, что он говорит, это не я, я ничего не закручивал, он говорит, нет, 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 я сам хочу туда, каже, набирать воду, криницу, но я уже тиждин не ходил, я говорю, ну, вот, это тоже не я, я закручивал, потому что нет моих хваток, может, кто-то сказал, поскаржился, да приезжал властник, он говорит, что властника не было, а я уже говорю, может, вы думаете, что, как это так, как человек ездит с Коломой, и годует кота, может, это не вкладывается в голову, что, может, вы думаете, что я хату хочу какую-то брать, мне ничего не требует, вот, я, ось, мой кит, ось, моя мама, у меня была фотка с Миколой Степановичем, я показывал, окажусь, укола Степановичем, сестра, окажу, как очень взятый, ну, доброе, что так, слава богу, это, кажется, лучше плохой мир, чем хорошая война, прекрасно, приятная новость, для меня это важно, я об этом говорю, хоть вы думаете, не очень получилось, у меня сегодня, ребятки, укол сделать, я так уже, еще ширя, 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 в бляхо, муха, сегодня позвоню в клинику, спрошу, что там, они говорили через 10 дней, еще раз на повторный осмотр, ну, он трошки расчухал, там, в одном месте, ну, чешется, может быть, это ухо дыре, циклещи лизут, я каждый день ему чищу уши, очищаю, я опаздываю, Була Степановича, уже там, привык, что я приезжаю в 9.20, это я забалакался с ними, а цей хлопец, разповида, я этого кота знаю, его зовут Мурчик, он не тут жив, я даже знаю его властника, но он туда уже не хочет идти, и он говорит, он очень пожжу, что вот он Terune, он очень хорошо за DEI с чем я не знаю, этот кот в краю, además нет, закончился, он приходит, кой, что тогда он гонится, таки кида чай его трошки вид году он будет бить там всех вокруг ну трошки посунься с дорогими совесть а те так и висит с нести господи по билу я не знаю разочаровався цих айстах умне умне яки в сраке умне те висит дохле тіла разлагается хоть бы лапать торкнули его чтобы я выкопил в землю так это я гоню кто тебе угрожал так кто угрожал он не угрожал мама что ты не видишь ты просто сказал что я же мог знищить тебя а за что мама я сегодня его увидел я купил бутылку а он даже не хотел брать бутылку он говорит что я буду брать от вас за что мне не нужно он говорит что ты отравил он говорит что вы уже закривали калитку и лотки я не брал ничего это не я даже не касался я туда хочу воду брать в криницу но неделю не заходил я ему верю я ему верю я не знаю как закрыто а он не там живет он живет напротив а там его я так понял я говорю может хазяин приезжает я б знал он живет в другом месте а там люди косили сено складывали скирту я думал это он он говорит что это не он а я ему говорю может вы подумали что я что-то в хату хочу забрать да боже упаси я говорю я закормлю кота я нашел куда его пристроить сестра Миколы Степановича согласилась возьмут кота дай бог господи помилуй чтоб хоть что-то уже довести до ума ты все равно сказал вот мясо тушеное гречка нет салат делала сейчас вечерина поела вот это я сделаю гречка варена есть я сегодня познакомлюсь с новыми людьми они мне сказали как питаться все я в сентябре буду весить 70 кг что ты хочешь матерь божья возьми попробуй сыну варила варила тогда поджарила возьми ложечку возьми с подливкой вкусное есть гречечка я тебя приглашаю а тогда кажут я уже там читала я им сегодня там давал слышишь на меня тоже кажут что он не может картошечки я кажу отойди отойди не дергай ты открываешь не знаю а ты кажи через дверь я слухаю ну что ты научилась как смывать унитаз что не надо трогать вот это вот так нажала и все а что вы с Надей трогали все 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 нормально иди 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 что ты на каком там огороде я хочу ответить что ты был на каком огороде причем я что ты зайшел кажут якби тебе та бабка зайшла туда она б загрузила весь багажник они что чукнуты весь мозговый нахера вене тою кровь он сказал на щирицу это амброзия то щирица то я погурц а то что не амброзия разве и кладут наверх чтобы были хрустящие мама там была амброзия может и амброзия кажут что это щирица то что они там знают это ж ты по видео если бы я так увидела наяву тогда что ты лазишь спокали кота и яйца нахера было им казать бебилкам что они 30-летнюю давность можно подумать что они жизнь прожили хорошо все было отлично таки деловые были вообще а какого кота вспомнили? ну ты же котика этого же кормишь ездишь а я переживала а что кота вспомнили? ну кота никто не кормил ты кормил ты говоришь вспомнили и кота и яйца не кота коня аааа аааа облаки крали на дереве ночью ааааа аааа и таке чорти шо по 30 год назад вспоминали хай за себе розкажут за Надю багато чо пишут допустим я имею своё мнение я сказала за 10 дней я не соскучилась я правду кажу воно у меня было 18 дней ну тебе ж непогано с ней неплохо все ну тут холодно , не полагаю и разные коври и дома я не переварю столько по ночам ряда кофе не выдох нету нитки ну там я хочу сказать что Надя бы самавелова добра не приехала если б самавел сказал что не надо вона бы не приехала и я до меня спрашиваю в самвелов Вот так. Так что, хай ее. Например, я бы на ее месте за машину говорю, что она, мозги в голове не мает. Машина ехать долго, не 5 часов, не 6. Целый день телепаться, здоровья нема. Сидеть в машине тяжело, тяжело на одном месте пешок. Тем более, сейчас она на диете. Ей надо с собой убрать все. Вона не хочет бросать. Поверила, но дай Бог, чтобы помогло. Если бы так, то я дождусь тогда. Если бы так за 2 недели 8 кг и каждые 2 недели так, то я дождусь. Это не пройдет погода, она, может быть, худа. Худа по сравнению с тем, как... Мама, так о чем они кажут, что я залез на огород? Сказала, что залез, пыталась. Так это не залез на огород, это речка. А возле речки прям открытая местность, прям метр. Дорога и речка, а там огороды. То есть это огороды как бы не во дворе у кого-то, а просто... Кто-то сажал. Ну да, кто-то сажал. Это, ну, людские огороды. Просто это... Я не залез куда-то за огорожу какую-то во двор. Просто я посмотрел, что люди выращивают. Все. А что мы не знаем, что такое морковка, что такое петрушка, там все. Так они ничего не знают. Я говорю, что ты имеешь право, правильно сделали, что... Жалобы пишите. Так, что закрутили проволоку из двух сторон. А? Если бы тебе было, открыла бы багажник. А что бы я так брала? На хера воно мне не надо. У меня под боком магазин. Чи кабачка надо два штуки, чи морковка надо, чи... Мам, ты что не знаешь, что им абы что написать? Они же орки. Что ты кажешь? Вони орки. А что это такое? Орки. Я не знаю. Это те, кто напали на Украину. А-а-а. Вони орки. А это их матери. Арчихи. Арчихи. Так это пишут, понимаешь? Арчихи. Поэтому им нужно, чтобы тебя укусить. А, чтобы гавкать. Да. И Татьяне Васильевне надо твою крот с зонтиками. Боже, я жила в семье, я всем разрешала. У меня вишня, червишня, червишня, свишня, скрещена. Вот такая здоровая, как это, как слива. Люди приходили, я разрешала. И компоты делали, и варенье обычное. Очень вкусное, хорошее. И на вареники закатывала. А дома я вращивала горошек, вот этот зеленый. У меня подвала букву ИП. И на каждой стороне... Покажи им букву Х, и до свидания. Вот именно. По твоей полке здоровье. Мама, что ты перед ними отправишься? На черта вони мені встрялись, что они меня трогают. Я уже не снимаюсь, не хочу. Не снимаюсь. Не хочу. И ничего меня не шлить. Я ничего не хочу. Даже кто-то от щирого сердца. Я никогда не прошу. Шлить мені грошики, шлить мені бриллианты. Нахуя воно мне надо. У меня своего выше кришика. Хто виселал, виселали люди, які мене вважают. А сейчас за каждым разом, чи хвостя. Савел пішов, подивився, там никого нема, никто не живет. Ну и что он там съел? Морковку одну. Так это было на рыбалке. А ты не боишься, а ты не боишься ести. Может они потравили все. А ты не мивши, еси. Ой. Вот такие. Ой, мам. Я расстроилась от этого. Думаю, что вам от меня надо? Я поживий человек, больная людина. От Надя приедет, будет готовить. Я сьогодні ждала, ждала. Ни звонка, ни звонка. Отварила гречки, з'явила салат, огурцы, помидоры, помидор. Потом отварила, у меня было шесть штук голени. Отварила. Мясо поотделяла. Піджарила с томатиком, с ларомом листом. И с душистым перчиком. Нема, нема хлопців. Позвонить не могу. На каївке, старе, закончились гроші. А тут в магазине не пополняють. И тось здорова мене, шось не ладиться. Мама. И все. Ты знаешь, як бачок смывається? Да. Оце як почитала комментарии, підішла, нажала на бачок і пішла. Бачок смывається хорошо. Я вже давно. Оце як почитала комментарии, підішла, нажала на бачок і все. Я вже давно поняла. То ми раніше і кришку снімали, і оце зверху поправляли. Не, я кажу, змила їх коментарії в унітаз і пішла далі. Так, як і унітаз, так і їх, так. Ну, другий раз розтраююся. Думаю, не знімаюсь. Не хочу нічого. Не хотять істи, нехай. А як ти не знімаєшся, як знімаєшся? А як ти не знімаєшся, як знімаєшся? Ну, знімаєшся, але я не для того, щоб мене обсирали. За що? А для чого? Нема за що. Нема за що. Я нікуди не лазю, нікуди не ходю, нікого не оскопляю. Якщо мене не трогать, я нормальна, обикновена людина. А якщо вас, такими словами, ви що будете терпіти, ви ще схожі, чим я буду. Це вони так само ракети кидають і хочуть, щоб ми їх любили. Так. І хочуть зі мною. У мене вже настроєнь ніякого нема. Що це за життя? Сидиш на пороговій бочці. Не знаєш, що завтра буде. Що це красиво? Закрить квартиру нахід. Та що буде? Вигонять орки в Архастан і будуть жити там. Гнать їх собак надавись. Гнать свій на собак. До границі. Гнать пінками під сраку, щоб білий гамно ляпала. Все. Чого вона їздить? Чого вона почепила? Через плечо. А ти кажи через плечо. А, і все время. Що вона вже сиділа, займалась своїм здоров'ям. Якого хрена вона їздив, все время кажуть. Їй кажуть, коли ти похудаєш, Надя, задалбують. А тут сирене, якого хрена ми приймає. Вам дай в Тоні сходить. Ми в ресторані їли. Так, не мать чи позволить. А, не мать. Я кажу, що в мене не потрібно поправити рафон. Що? А я кажу, що в мене не потрібно поправити рафон. Ну, я ж їм казала. Він казала, що ти відділи, що в мене збивається, і все. Нема підключення. Я не можу. Ні до ріди позвонити. Спасиба, вона вчора позвонила, ми поговорили. Ні до ріди не можуть. Так, так, так. І все збирається. Як погано. Хоча б в Криністад. Хоча б один у мене працював. Того в Босні. А якщо буде дзвонити до самого Гірочка, то скажете, на Вайбері не виходить. І до тебе дзвонилася. Хоча б не дістати на гроші. Начала, в голову заліз в той мужик. Начала думати чесно. Та що той мужик мені зі? Не можу знати. Ні донатки нема, в ней кончились гроші. Ні в мене, ні куди. Приїхали хлопці. Діма з Катєю. Ми ходили в ресторан. У Катєї день рождення. Це хороші хлопці. Так, а ти шо, постакомився? Так, сьогодні. А де вони взялися? Приїхали. Туди приїхали. Приїхали. Приїхали в Коломию. Сьогодні в трансляції в інстаграмі вони пишуть. Приходь, фамілію. Я думаю, яку фамілію? Віла фамілія. Це ми були в ресторані. Віла фамілія. Та поїхали до мене додому. Они з Томасом сфотографувалися. Там посиділи вдома. Арбуз поїли. А де вони взагалі живуть? Івана Франковська. Де? Івана Франковська. А, Івана Франковська. Вона вже їде скоро. Через 3-дя. Да. Підемо спочатку. Так що так. Ну, добре, що познайомився. Я рада. Короче, ребята. Друзі, вибираюся ти сам. Не ті, що до тебе липнуть, а хай ти сам. А то будуть твої друзі. А ті, що липнуть, то раді удовольстві. Тобі зразу кажуть. Я рідко коли ошибаюсь у ком-небудь. Рідко. Да? Ну, те, що обсирають без кінця, я ж тобі кажу. Затронули все. Олісу чужий огород. Правильно? А який огород? Це річка. Ось річка. Вот дорога до цієї річки. А тут зразу огороди людські. Я з краюшки там 5 метров зашов, посмотрел, що як розтятка бачка. Ну, що там такого? Пару. Одну морковку вирвал. Одну морковку. І пару лопнув там от это боби. Все. Воно не боби сказало, а що? Фасоль. Фасоль, вони кажуть боби. Ну, можна. Я там і сказав боби. А ти що садив огород, що должен помнить, якщо ти 16-ти вирівник? Я і сказав, що це боби. Так. Як почала всирати, та ладно тебе. Затронули мене. Жалко, що не було тебе, бабки. Вона б загрузила весь багажник. Чим? А ти бачила, що Шихман сняла інтерв'ю. Дівочка сняла інтерв'ю. І там, значит, в інтерв'ю, значит, показано, як на холодильниці у сім'ї, яка... Шихман сняла грустне видео. Смотрите. Шихман сняла грустне видео о том, как сем'я убитого русского солдата, живущего где-то в ебенях в Сибири, не могут получить компенсацию от государства. На одном из домашних планов в кадр попадает дверь холодильника, на который стикер про два роки гарантии. Орк перед смертью успел краденую технику домой переслать. Теперь для удобства можно там папух и хранить. Заодно на могильной плите сэкономят. Вот, два роки гарантии. Извините, в Сибири холодильник с надписью «Два роки гарантии». Два роки по-українски. По-українски. Вот, це надпись, бачиш? Вот, вот, это надпись «Два роки гарантии». Просто у меня оно плохо видно. Чёрно-чёрно. Просто шо это? Ну, экран садиться. Их окажут не крадуть. Два роки гарантии. Вот так. Вот так. Пруть. Холодильники наши. Трусы, стиралки, унитазы. Лифчики. Это ужас один. Дикое. Дикарьё. Я ж кажу «Орки», Мак. Називай вещи своими именами. Це «Орки». Це «Орки». Оце ты кажешь «Орки», я думаю. Это «Орки». Написано, вы «Орки» чи шо, думаю. Попытаюсь, а Майла, шо це таке? Вот, це таке. Як його объяснить те слово «Орки». Орки. Ого. Це такі одичалые, страшные люди. Орки. Это ужас. Вот так. Прокололись. Два роки гарантии. Ага. И еще кажут, что не крадут. Бесовест не кончене. И еще кажут, мы любим Путіна. Вин самый лучший. Да, да. А вы погали. Шо вы кажете? За это будете кредиток. Хороший. Столько жизнів забрал. Хороший. Вон. «Орки гарантии». Да, конечно. Да, еще кто списал. Для чего она будет сидеть? На все время оправдання. На все. Що правильно, вони по-своему. Переоначують і все. Хоть на голову. На срут, він скажет, що це не. Шоколадом він насипав. Ой, в Кременчуге, смотрите. Мне зритель выслал. Говорит, Самил, хто-то явно под вас косит в Кременчуге. І от видео, що там сидить котик. І воно така клеточка, як у моего Томаса. І тоже рыжий котик. Маєте ж? Ага, да, так само, як у тебе. Да. Він, а интересно, піде сейчас поїде додому у ту клеточку виглядати? Піде, конечно. Як він зустріна квартиру. Так, конечно, с удовольствием. Ей тоже интересно, як пусик буде з квартирою. С удовольствием. Узнає, де він в туалет ходив, де він на подоконнику. Да мама, че не знаю, конечно. На кухні на подоконнику всіда сидів. Я відкрию на проветривання. Він сяде, нюхає воздух свіжий на п'ятому этажу. А тепер там жарко. У нас там жарище. А тут отак ми і пройшли. Літо кончається, тепле не було. О, руки холоднючі у хаті. Ой, ужас один. Проти в нас. Вроді, хорошо, що не так жарко. А з іншої сторони і літа не було. О, я сказав, мабуть, Юра, він, мабуть, Діма, а він Катя, а він Юра. Ну, мені так інтересно. Тебе би загрузило чим? Щиром загрузило, чи амброзією, чи отим зонтиком. У нас усе дома, я усе давала. Щас, подожди секунду. Боже. Алло, давай приветик. Алло. Алло.